Всем привет! С вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Сегодня будем делать универсальную заправку приправу. Зимой будет как свежая. Начинаем со сладкого перца. Его необходимо хорошо помыть и высушить чистым полотенцем, чтобы не было влаги. Далее разрезаем. Удаляем семена. И отрезаем перегородки. По рецепту понадобится 250 грамм. Очищенный сухой перец, то есть без лишней воды, нарезаем кубиками. Хотите соломкой? Как обычно делаете для супа. Берем лук. Здесь 200 грамм. Нарезаем кубиками. На крупной терке натираем 250 грамм свежей моркови. Еще понадобится измельчить зелень. Беру петрушку. Здесь примерно 30 грамм. И 15 грамм укропа. Зелень, кстати, нужно тоже помыть и осушить от лишней влаги. Все ингредиенты перекладываем в кастрюлю. Или большую чашку, где будет удобно вам размешивать. Помидоры мы моем и также вытираем насухо чистым полотенцем. Помидоры должны быть без признаков порчи. А вот такие вот природные дефекты мы просто отрезаем. И разрезаем на кусочки, чтобы было удобно перекручивать на мясорубке. Кстати, помидоров берем больше. Их понадобится 700 грамм. Перекручиваем их на мясорубке в общую массу. Теперь сюда осталось добавить соль. Соль это будет консервант, который будет способствовать хранению. Здесь примерно 10 столовых ложек. Точный вес 250 грамм. Все тщательно размешиваем. И оставляем примерно на полчаса-час, чтобы соль хорошо растворилась. За это время можно несколько раз тоже перемешать. А пока подготовим банки. Банки необходимо помыть пищевой содой. В обычную воду добавляем немного 70% уксуса. И этой водой дополнительно хорошо прополаскиваю баночки. Можно закрыть банки крышками и вместе с крышками потрясти. Но крышки я предпочитаю отдельно стерилизовать. Удобно использовать небольшие баночки. Одну открыл, использовал. Затем другую. Кстати, когда будете использовать приправу, обязательно нужно все делать чистой ложкой. То есть набирать чистой ложкой. Банки и крышки у нас подготовлены. Приправа успела пустить сок. Пахнет очень вкусно. Теперь снова все хорошо размешиваем. И раскладываем по чистым банкам. Ложка, которую вы раскладываете, тоже должна быть чистой. Баночки заполняем без пустот. Плотно закрываем сухими, холодными крышками. Вот такое количество универсальной приправы у нас получилось. Ее хватает на долгое время. Хранить следует в холодильнике. Она не закисает, так как здесь достаточное количество соли. Не забывайте, что приправа достаточно соленая. Поэтому будьте аккуратны, добавляя ее в первые или вторые блюда. Ну а если вам понравился рецепт, обязательно делитесь с друзьями. Жду ваших комментариев. Удачных вам заготовок. На этом сегодня все. Пока!